Естественный носитель в России создают ракету для оперативных запусков. 21 февраля 2019 года известия. Естественный носитель, в России создают ракету для оперативных запусков. Источник изображения, фото, научно-производственное объединение «Тайфун» она сможет отправлять на орбиту спутники весом до 15 килограммов за 3 часа. В ближайшее время выводить малые спутники на околоземную орбиту сможет сверхлегкая твердотопливная ракета. Для подготовки ее запуска потребуется всего около 3 часов. Сейчас производители небольших аппаратов вынуждены ждать стартов более крупных носителей и нести существенные экономические потери. Ракета, над которой работают российские ученые, обладает высокой мобильностью. Ее можно будет перевозить на обычном грузовике. Стоимость доставки 1 килограмм груза на орбиту с помощью новой системы составит около 60 тысяч долларов. Общий вид метеорологической ракеты МН-300 Источник изображения, фото, научно-производственное объединение «Тайфун». Двигатель второй ступени. Выведение малых спутников на орбиту Земли чаще всего осуществляется с помощью ракет средней тяжести, на борту которых их размещают в качестве дополнительного груза. Такая практика вынуждает производителей компактных орбитальных систем подстраиваться под график космических стартов. И это в ситуации, когда каждый день ожидания запуска означает экономические потери для их проектов. При этом рынок коммерческого использования спутников, обеспечивающих дистанционное зондирование земной поверхности, глобальную навигацию и ретрансляцию сигналов, с каждым годом растет. Ученые из российского научно-производственного объединения «Тайфун» нашли способ обеспечить спутникам быструю доставку в космос. Они предложили создать ракету-носитель сверхлегкого класса на базе метеорологической ракеты МН-300. Она используется для отправки научного оборудования в верхние слои атмосферы по баллистическим траекториям. Ракета МН-300 Источник изображения, фото, научно-производственное объединение «Тайфун». Мы собираемся заменить научное оборудование, размещаемое в головной части ракеты, на двигатель второй ступени. Это даст носителю возможность выводить полезный груз массой до 15 килограммов на низкую околоземную орбиту высотой 250-300 километров, отметил заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований НПО «Тайфун» Анатолий Позин. При этом пусковая платформа ракеты МН-300 и первая ступень останутся в неизменном виде, что минимизирует затраты на модернизацию. Справка известий. МН-300 российская геофизическая ракета с твердотопливным двигателем, предназначенная для оперативного запуска научных зондов на высоту до 300 километров. Стартовый вес МН-300 составляет 1564 килограмма при массе полезной нагрузки от 50 до 150 килограммов. Первый тестовый запуск ракеты состоялся 3 сентября 2015 года. В настоящее время она активно используется для метеорологических исследований. Без космодрома. Новая версия ракеты в полной мере сохранит положительные качества МН-300. Подготовка к старту займет всего около трех часов, а ее транспортировка может осуществляться в контейнере, установленном на обычном грузовике или железнодорожной платформе. Также имеются варианты перевозки по воде или на самолете, рассказала известиям инженер из состава разработчиков Юлия Чикачева. Запуски обновленной ракеты будут осуществляться, как и в случае с МН-300, со стартовых комплексов, расположенных около поселка Тикси, Республика Саха, Якутия, и на полигоне Капустин-Яр, Астраханская область. Однако при необходимости их можно будет перенести в другие точки благодаря высокой мобильности пусковой установки. «Помимо устранения экономических потерь, связанных с дополнительной логистикой и длительным ожиданием старта, высокая оперативность откроет новые возможности для быстрой замены малых спутников в случае их внезапного выхода из строя», отметила инженер. Цена полета Основным недостатком новой ракеты является высокая стоимость отправки 1 кг полезного груза на орбиту. Она составляет около 60 000 долларов. Однако эта цена может быть компенсирована индивидуальными условиями запуска. Запуск метеорологической ракеты МН-300 Источник изображения, фото Today.kz Стоимость выведения спутника на орбиту может значительно колебаться в зависимости от его характеристик, но чаще всего она составляет около 1,20-1,30 тысячи за килограмм, что как минимум в два раза ниже цены, заявленной специалистами НПО «Тайфун», отметил заместитель директора Космического центра Сколковского института науки и технологий Андрей Потапов. При этом высокая цена новой ракеты вполне оправдана возможностью подбора высоты орбиты и времени старта под целью конкретной космической миссии. Научная сторона Предполагается, что основным полезным грузом для новой ракеты станут научные нано- и микроспутники. Количество их запусков значительно выросло за последние годы. Запуск метеорологической ракеты МН-300 Источник изображения – фото, научно-производственное объединение «Тайфун». По мнению директора по маркетингу компании «Спутникс» Анатолия Копика, небольшие научные аппараты, весом 1-2 кг, могут запускаться на низкую орбиту в 300 км для исследования нижней термосферы Земли. В настоящее время эта область остается малоизученной, поскольку там редко удается использовать метеорологические ракеты. А большие и дорогие спутники предпочитают не подключать к решению таких задач, рассказал эксперт. В Роскосмосе известием отказались прокомментировать новую разработку НПО «Тайфун». Проект создания новой ракеты может быть осуществлен в течение 3-4 лет. Александр Буланов 20 февраля 2019 года Право на данный материал Принадлежат известиям Материал размещен правообладателем в открытом доступе.